Еще один из секретных секретов, каждый думает, что есть какие-то сложные действия, начинает каждый прием подавать как нечто сверхъестественное. Зная принцип, можно самому создавать все, что угодно. Вот один из паттернов работы из естественного положения рук. База является вот такое кольцевое движение, из которого мы получаем для простоты подготовки и впоследствии комбинирования 10 элементов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, но. Более конкретно. Один – это укол. Мы сейчас не говорим ни про уровень, ни про дистанцию, просто само техническое действие. Один – это укол. Два – вертикальный борец снизу. Три – горизонтальный борец. Мы все, продолжаем двигаться по кругу. Три – следующее чуть сверху. Поворачиваем кисть. Четыре – продолжаем вращение кисти. Пять – делаем защиту крылом. Если клинок короткий, соответственно, это выполняется предплечье. Шесть – вариант шармирования диагонально. Семь – продолжая поворот кисти – укол. Восемь – тот же поворот, только реверсный борец. Девять – тот же реверсный вариант, только опять же снизу вверх. И ноль или десять – это вариант шармирования от себя. Единственный элемент, который выделяется. Впоследствии для того, чтобы научиться хорошо комбинировать и не зависеть от положения рук и тому подобное, мы начинаем работать по схеме Пифагора. То есть, на примере цифра 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 0. И так все цифры подряд. То есть, полная свобода перемещения, полная свобода комбинирования. Но это еще не все. То же самое, мы впоследствии подключаем пустую руку. У нас будет вариант оба апперкота, либо прямой удар. Один – подбив. Два – сбоку. Три – либо ладони, либо предплечье. Четыре – накладка сверху, либо предплечье по кругу сверху. Пять – сбив крылом, соответственно. Шесть – шрамирование. Это у нас парирование действия. Семь – боковой. Два – либо кросс. Восемь. Реверс. То есть, мы выкидываем и реверс удар. Либо ладони, либо ребро, либо предплечье. И девять – это тоже крылок от себя. Ладонь, либо предплечье. Ну и, соответственно, ноль – реверсное движение. Освоив это, мы начинаем совмещать координацию движения. Опять же, по схеме Пифагора. Пример. Один – один. Один – два. Один – три. Один – четыре. Один – пять. Один – шесть. Один – семь. Запутался. Один – семь. Один – восемь. Один – девять. Один – ноль. И так наоборот. В результате мы получаем полное взаимодействие двух рук и полную свободу. Все это из естественного положения. Любая комбинация, любой элемент. После чего добавляем к этому перемещение ногами.